Поэтому они не смогут на сегодняшний день соединиться, но мы продолжим тогда... Это хитрый ход со стороны постников. Я этим буду помогать. Окей. Можно мой постник? Тогда мы вас засыпем вопросами, раз постник у них. Что ж поделать. Да, они предлагают, на самом деле, Винак предлагает, раз уж они сегодня не смогли приехать и рассказать лично, чтобы в ближайшей перспективе срочно провести вебинар. Давайте тогда, может быть, в течение месяца-полутора мы этого инициативу реализуем. Я думаю, что в среде часа-получаса не смогут нам обвести... А у нас же в октябре по Агропромпарку вебинар, да? В начале октября. Ну, я не думаю, что Агропромпарку вебинар это то мероприятие, на самом подходящем месте, потому что мы забрали по господдержке. Слушайте, ну, у нас в Москве все-таки, коллег, увидишь, сложно здесь встретиться, поэтому в регионы еще тяжелее будет. Нет, лучше их вывезти в регион, откуда они вернуться в Москву не смогут. Организационный вопрос. Да, коллег, смотрите, я бы хотел сейчас довольно кратко рассказать про те особенности подготовки заявки, обминая к этому субсидию, ядром этой заявки является все-таки концепция Агропарка, которая, по сути, готовые, по сути, конкурировать между собой на этом конкурсном отборе. Ну, во-первых, для того, чтобы понимать, почему именно такие требования, почему именно такие документы в составе заявки, я предлагаю, на самом деле, посмотреть на ту нормативную базу, которая, в принципе, предъявляет требования к документам индустриального парка. Ну, вот то, что Борис уже затронул, да, во-первых, мы для себя видим основным документом в нашей отрасли, это национальный стандарт, который предъявляет требования к индустриальному парку и документации. Да, сертификация на соответствие национальному стандарту, она абсолютно добровольная, но требованиями этого стандарта мы, в любом случае, в своей работе полностью руководствуемся. И сертификация – это всего лишь формальное, ну, не всего лишь, это уже формальное подтверждение соответствия индустриальному проекту индустриального парка требованиям к индустриальному парку. Но, да, там, ту же работу по готовке обзора индустриального парка мы ведем на основе требований от стандарта, и наши коллеги из Миннека и из Минпромторга, они инкорпорировали требования к индустриальному парку, требований стандарта, больше стекла в свои документы, и эти требования там учтены. Следующий документ, который определяет требования, это в данном случае, если мы говорим про субсидирование Миннека, это, собственно, приказ Миннекорного развития России от 14 марта 2019 года на 125. Он, собственно, определяет, дает определение, что такое индустриальный парк, когда принимали эти программы, какие требования к паркам существуют. Следующий документ, который напрямую никак не связан с возможностью получения субсидирования Миннеки, это постановление правительства осистиграции номер 794, оператором которой является Минпромторг. То есть для того, чтобы получить Миннеки-субсидию, не надо проходить аккредитацию в Минпромторге, потому что Минпромторг отвечает за меры поддержки промышленности, Миннекорного развития отвечает за меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Это две абсолютно параллельные вертикали. Но так как индустриальный парк – это, с одной стороны, и инструмент поддержки МСП, это и инструмент поддержки промышленности, это, в какой-то степени, и инструмент поддержки инвестиционной деятельности, то, конечно, при формировании проекта лучше бы соответствовать большинству тех документов, которые как-то затрагивают индустриальный парк. Это во-первых. Во-вторых, если мы говорим про то, что парк подается в Миннеке на субсидию, там есть обязательное софинансирование регионов. И у нас многие регионы прописали в своих документах, что если инвестиционный парк претендует на региональные меры поддержки, то индика дружок и аккредитуются в Минконторе. Просто многие регионы, там порядка третий регион точно, они вот такое-то ограничение всегда на региональном уровне били. Я лично очень понимаю, зачем это сделано. То есть отдельные регионы просто-напросто сказали, что мы будем полностью соответствовать федеральным мерам. И если наше видение отличается от федерального, то, к сожалению, наши парки не смогут получить даже региональные меры поддержки. Поэтому в этом ключе тоже сразу же смотреть на то, чтобы проект соответствовал и 794-м постановлению. Ну, а, соответственно, те нормативные акты, которые работают в регионе, их ни в коем случае нельзя игнорировать и изначально все-таки ориентироваться на них. Потому что именно регион будет подавать заявку с вашим индустриальным парком в Минокровом развитии на получение субсидия. Ну, Борис уже на самом деле говорил о требованиях к индустриальному парку, я поэтому не буду их сильно останавливаться. Есть несколько буквальных вещей, минимум 8 гектар. Категория земель-промозначение. Есть послабление в части агропарка, там можно сельхозземельную включать. Наличие электроснабжения. Причем не менее 2 гигаватт, не менее 0,15 гигаватт на каждой площади свободной. И все эти требования, если мы говорим про то, что индустриальный парк создаваемый только, они должны быть описаны в основополагающих документах индустриального парка. По стандартам это мастер-план и бизнес-план индустриального парка. Это те 2 документа, которые, по сути, задают всю рамку развития индустриального парка. Очень часто задают вопрос, насколько по программе МСП можно финансировать индустриальные парки на территориях особых экономических зон. Нет ли тут какого-то задвоения мер поддержки? Эта конструкция абсолютно возможна. Мы знаем, что некоторые особые экономические зоны прорабатывают вопрос реализации на своих территориях небольших индустриальных парк для малого бизнеса. Они должны также соответствовать всем задачам и целям программы поддержки МСП. и, соответственно, быть нацелены на размещение малого и среднего бизнеса на их площадях. Дальше же переходим к документам индустриального парка. Я уже сказал, что мы, в принципе, ядром заявки является концепция индустриального парка. Концепция индустриального парка, в нашем понимании, это не какой-то единый документ. То есть концепция индустриального парка, она записана, она зафиксирована в целом ряде документов. Основной документ – это бизнес-план. В нашем понимании, по нашему опыту, бизнес-план не может работать и существовать отдельно от мастер-плана, который всегда является графическим отображением планов, которые мы зафиксировали в бизнес-плане. Они, по сути, напоминаются предварительным проектом планировки территории с описанием, с фиксацией текущих предмещений и с планами развития этой площадки в будущем. Мы обязательно должны оцифровать все наши планы в какие-то заплаты, доходы, налоги, инвестиции, кэшплоды, потоки в финансовой модели. Это тоже один из обязательных документов, который должен быть обязательно индустриального парка. Ну и, соответственно, финансовая модель, она должна быть все-таки рабочей. То есть, если мы говорим про то, что есть финансовая модель, она убыточная, ну нет, она должна все-таки работать в разных сценариях, в сценариях господдержки, без господдержки. Я, в принципе, считаю, что парк, который не летает без господдержки, ну, его поддерживать не имеет смысла. Он, наверное, скорее всего, из господдержки вряд ли полетит. И, соответственно, презентация индустриального парка – это тот документ, который позволяет множеству экспертов, которые будут рассматривать ваш проект, действительно вытащить оттуда основные моменты. Ну, как эксперты, работа с индустриальным парком для нас это повседневная работа, но, на самом деле, порядка 10 экспертов каждый год занимаются анализом заявок, и далеко не все из них связаны с тем, что они занимаются индустриальным парком. Там есть фонд развития номера ДОВ, фонд развития промышленности и другие институты развития, в которых, на самом деле, есть коллеги из своей основной работы, и им просто невозможно будет по времени высмотреть все документы, которые подали в господдержку парке. И они будут оценивать вас под тем документом, практ, который они смогут найти. Я очень рекомендую. Этого документа нет, на самом деле, в обязательной заявке, но я каждому из вас рекомендую этот документ обязательно делать. Потому что единственный способ показать все свои преимущества, это зафиксировать их в яркой славе и заставлять людей, которые будут смотреть ваши документы, выискивать ваше преимущество бумагой. Потому что человек, который попросил оценивать вашу советку, если найдет хорошо, если не найдет, он специально не будет выискивать, в чем вы хороши, в чем вы лучше говорите. Ну, соответственно, вот примерно так выглядит структура документа. То есть это вот вопрос про концепцию, да, то мы концепцию еще должны будем добавить в пояснительную записку про статус развития индустриального парка, про состояние развития МСП в регионе. Это вот, по сути, такие три предпроектных документа индустриального парка. Дальше очень важным блоком документов является проектно-сметная документация. Борис уже говорил, что если все это есть, но нет вот этого, или нет госэкспертизы, да, там, ну, если нет, то есть это. Ну, все, обнуляется, и все. То есть никто не готов рассматривать, финансировать проекты, у которых нет проектно-сметной документации. Если государство говорит, что мы готовы поддержать финансовый проект, то этот проект должен быть уже просчитан, проработан, и должна быть перспектива довольно быстрого запуска этого проекта. Каждый год возникают вопросы, а что, если мы придем, у нас все есть, ПСД есть, там все документы официальные регионы готовят, мы концепцию отлично написали, но мы не успеваем пройти госэкспертизу. Ну, формально, если вы все читали документы, формально, в принципе, госэкспертиза нужна, на самом деле, к моменту заключения соглашения о субфинансировании. Но, так как у нас зачастую действуют на каких-то меняющихся условиях, ну, допустим, в этом году те проекты, которые не успели принести к определенной дате положительное заключение госэкспертизы, они не были отобраны, потому что в этом году немножко изменились правила выделения денег на программу. И чтобы их, в принципе, выделили, нужно было сначала провести отбор, и потом уже отобранные проекты подать в проектный комитет нас проекта, чтобы на следующий год перераспределили деньги. Ну, и, соответственно, проектный комитет не был готов рассматривать, утверждать суммы, если под ними не было подложено проекты госэкспертизы. Соответственно, все там 15 июля или 1 августа, те, кто успел принести госэкспертизу, они в то число 10 проектов попали. Все остальные, к сожалению, на следующий год. Поэтому наша рекомендация закладывать в срок готовки для клиентов обязательно госэкспертизу. То есть не ориентироваться на то, что все, мы там концепцию нарисуем, повезло изобретено, подадимся и будем получать госэкспертизу. Лучше иметь ее заранее. Ну, соответственно, вот так вот примерно мы видим график готовки документов. Мы его нарисовали с учетом того, что мы начинаем, у нас, получается, у всех начинается сезон подготовки заявок на следующий год. Реально, вот мы здесь зафиксировали очень, очень оптимистичные сроки подготовки документов. То есть если мы начинаем в октябре разрабатывать бизнес-план с мастер-планом, у нас на это есть 2,5 месяца, чтобы где-то к середине декабря, точнее так, где-то к концу ноября зафиксировать основные решения. Олег, я предлагаю вам не фотографировать, сразу на телефон ничего не будет видно. Мы потом, мы это выложим обязательно, все презентации на сайт, и все мы разошлем, сделаем рассылку в презентации, вы сможете все посмотреть, что вы на компьютере, а на телефоне потом все равно потеряется, вы увидите ничего. Соответственно, где-то к концу ноября у нас есть основные решения по бизнес-плану, мастер-плану, и мы уже можем начинать финализировать нашу финансовую модель. Все, а дальше Новый год. Где-то там, начиная с 20 декабря, все поздравляют друг друга с Новым годом, все, сезон деловой заканчивается. И дальше, где-то до середины января полностью все выпадают. Соответственно, у нас есть один месяц, да, с учетом тех же праздников, чтобы на основании там нашего бизнес-плана, мастер-плана сделать ТЗ на проектирование, и, собственно, законтрактоваться с разработчиком PSD, если этого мы не сделали заранее, параллельно. Где-то оптимистично, сразу же после выходных начинаем разрабатывать PSD. Ну, я думаю, что меньше трех месяцев, трех-трех с половиной месяцев на разработку PSD можно не закладывать. То есть это такой очень оптимистичный план работы по разработке PSD. Эти сроки можно немножко оптимизировать за счет того, что вот у нас есть какие-то уже в ноябре решения по мастер-плану, можно вот сюда чуть подвигать и начинать какие-то разделы PSD разрабатывать чуть раньше. Если у вас еще будет разработчик мастер-плана и разработчик PSD одна организация, одна компания, один подрядчик, то, скорее всего, они смогут это сделать. Ну и, соответственно, вот где-то, смотрите, я заложил здесь полтора-два месяца на прохождение госэкспертизы, те сроки, которые рекламентные есть, что госэкспертиза выдает, думаю, через 60 дней, да, заключение, но, как показывает практика, очень мало проектов укладывается в этот срок. То есть, как правило, экспертиза где-то на последний день регламентного срока выдает вам замечания. А на все сроки, да, вот такие вот замечания, то есть они свои рекламентные сроки выполнили, они ваш проект рассмотрели, но не дают положительное заключение, потому что у вас куча доработок. Да, вы все прекрасно знаете, что с первого раза итог госэкспертизм проходит, поэтому, да, нужно заложить еще там 2-3 недели на отработку и еще где-то столько же примерно на повторное рассмотрение. Мы в этом году сталкивались с тем, что несколько парков, один парк, я точно помню, полгода был госэкспертизе, то есть там за полгода сменилось 3 эксперта, которые рассматривали. Пало таких парков у нас. Они должны были госэкспертизу получить в феврале, а получили в июне. Ну да, это, собственно, абсолютно неконтролируемая ситуация, это к этому надо просто быть готовы, подготовиться можно только к тем, что мы сделали хорошую ПСД и просто-напросто заложили чуть побольше времени на это. Ну а так как у нас оптимистичный план, то вот где-то к концу апреля-середине мая мы, по идее, до старта 1 октября выходим с полным комплектом документов для того, чтобы подаваться в министерство. Коллеги сейчас заявляют, что в этом году в отбор начинался отбор документов, по-моему, в начале июня, в начале июня. В следующем году, если все будет хорошо развиваться с утвержденным финансированием, на месяц раньше, ну то есть где-то в конце апреля, в начале мая, по всему министерству праздниками, коллеги планируют начать сбор заявок. Соответственно, где-то к концу июня все заявки должны быть сданы. Ну, я думаю, что где-то треть, наверное, заявителей успеют, не больше, успеют получить госэкспертизу. Ну, вот, собственно, такой вот жесткий проглайн по документам. Максим, вопрос. Стоимость в СДФ и кемперстика учитывается? Нет. Вы можете учитывать ее в общем объеме стоимости вашего проекта, но субсидировать затраты... Нет, то есть это учитывается как более параличный компонент? Нет. Сверху. Нет, это может быть учтено сверху, то есть нигде 20% что-то уносировано. 20% не учитывают. 20% не учитывают. Вообще, тут есть такой нюанс. 20% вы можете вкладывать только с того момента, как вы подписали соглашение. Все деньги, которые вы вложили во что-либо до этого момента, никак не будут учитываться. Поэтому строить заранее нельзя. 20% не будет учитываться. 21% можно учесть ранее понесенные затраты. Ну, если у вас много денег учитывать. Да, если вы заранее что-то отнесли. Ну, собственно, по структуре документов. В принципе, ничего нового. Наши коллеги, мы вместе с коллегами из министерства ничего не придумали. Довольно общая структура, в которой нужно обязательно сделать общее описание проекта. Вот смотрите, есть у меня, допустим, течения отдела, которые я больше всего обращаю, рекомендую вам обратить внимание. В данном случае я предлагаю вам сделать акцент на пункте 1. Потому что многие эксперты, как вы понимаете, дальше второго пункта сильно читать документы в нашей не будут. Поэтому все, что вы здесь подробно распишите для понимающих экспертов и специалистов. Вот здесь надо сконцентрировать и дать уже результаты для тех, кто будет смотреть поверхностно, у тех, у кого просто-напросто меньше времени. Если они это здесь не найдут, они просто пришлют пустые формы. Пустые формы это также плохо, отсутствие оценки по проекту это также плохо, как и оценка низкая. Соответственно, надо все результаты выносить в начало бизнес-плана и обязательно обращайте внимание, пожалуйста, на бизнес-модель. То есть реально сейчас все коллеги говорят, если мы видим, что бизнес-модель не работает, не летает, она какая-то рыночная, она не приносит денежного потока и не позволяет индустриальному варку быть конкурентоспособным без субсидии, наверное, этот проект в принципе не имеет смысла поддерживать и давать ему субсидию. Потому что субсидия она не для поддержания штанов, а она как бы субсидия на развитие. Поэтому вот такая логика прослеживается во всем процессе. Обязательно описывайте то, что вы запланируете в мастер-плане, обязательно описывайте в бизнес-плане в разделе про территорию. Это то, что Парис говорил, надо обосновать свой выбор земельного участка. Если он у вас уже выбран, вы обязательно должны описать те преимущества, на самом деле описать и проанализировать реальность, чтобы вы понимали для себя, что на этой площадке с точки зрения логических, с точки зрения кадров можно предложить будущим резидентам. Как бы ни казались эти пункты, может быть, какими-то очень общими, не сильно необходимыми для принятия решения, на них некоторые эксперты внимание обращают. Я уже упомянул на этом мастер-план. Еще. У нас в прошлом году было более 70 проектов рассмотрения. Мы там в двухненедельном режиме с утра до вечера только занимались просмотром документов. Многие просто эксперты бешились, потому что очень было много заявок с огромными бизнес-планками. То есть я не думаю, что бизнес-план на 150-200-300 страниц, он лучше бизнес-плана на 45-50. То есть там могут быть те же самые решения, описанные более компактно, более сконцентрированно. Но вот в прошлом году очень много было таких документов, просто многосоцстраничные документы с научным обоснованием каждой выкладки. Если я понимаю, что это очень важно иногда, если органы власти или госорганизации заказывают такой консалтинг, и они просят, чтобы все было обосновано. Но вот если у вас есть консультанты, которые вам делают большую работу, просите их для подачи вариантов все-таки документы каким-то образом выжимать и делать более инцентрированные. Соответственно, про мастер-план. Тоже очень часто встречающаяся ошибка, когда начинают делать индустриальный парк, делать документацию, делать сначала что-то одно. Сначала бизнес-план пытаются посчитать, потом накидать его в мастер-план, как это будет работать. Либо наоборот, сначала делаем мастер-план, а потом пытаемся оценить две вещи, которые всегда живут параллельно. Ну, невозможно там, невозможно накидать...